МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температурные качели. Сбудется ли примета, как день зимнего солнцестояния проведешь, так и Новый год встретишь? Полиглоты в ТТУ. Водители трамваев и троллейбусов научат английскому языку. Этим вечером на площади Куйбышева Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной городской елке. Целый день новогодний волшебник провел в Самаре, пообщался с тысячами детей с самых разных возрастов и пообещал исполнить их самые заветные желания. Что же удивило в Самаре самого героя из сказки, узнали наши корреспонденты. Появление настоящего российского Деда Мороза как чудо. Об этом ребята мечтают и просят в письма к главному волшебнику страны. А таких посланий он получает около полумиллиона. Ответы для самарских детей Дед Мороз привез с собой. Первая по волшебству зажженная елочка в театре Самарская площадь. Здесь праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это момент будто из сказки, где все болезни уходят, а остается только радость и улыбки. Сегодняшний праздник, он особенный тоже для нас, потому что были ребятишки те, у которых по тем или иным причинам не совсем они комфортно себя чувствуют. Для детишек-инвалидов в этом году подготовлено еще достаточно много интересных мероприятий. С нетерпением Деда Мороза ждали маленькие пациенты первой городской больницы. Это Дедушка Мороз. За Морозом щеки нос. Эту больницу Дед Мороз из Великого Устюга посещает ежегодно. Каждый маленький пациент получает сладкий подарок. Ребята под большим впечатлением. Мне весь сам понравился, он был красивый костюм. И он очень высокий, я хочу такой же быть. Он человек такой интересный, он с харизмой такой особой. Это же дети, они не умеют болеть так, чтобы болеть. То есть они должны радоваться. От этого происходит быстрее все, и выздоровление, и настроение. Ждали Деда Мороза и в Самарском цирке. Девчонки из танцевального ансамбля конфетти первым делом побежали с ним фотографироваться. Волнение не только от встречи с настоящим волшебником, но и перед ответственным выступлением. Мы будем танцевать рок-н-ролл, подтанцовку для жонглера. Мы учили его где-то за неделю. 2000 самарских ребят, которые в этом году добились особых успехов в учебе, творчестве, спорте, получили приглашение на городской праздник. Дед Мороз признается, дети удивили его и талантами, и безгранично позитивным настроем. Тут такие замечательные ребятишки, глазки у этих ребятишек искорками светятся, лица улыбками озаряются. И в преддверии Нового года для меня это самая большая хорошая награда. Вижу, что тут в Самаре ребятишки все счастливы. Совсем немного времени осталось до самого волшебного праздника, до Нового года. Этот праздник любим всеми нами с самого детства, потому что в этот день сбываются самые секретные мечты. А мы, как власть в город, делаем все для того, ребята, чтобы вы хорошо развивались. Вам открываем новые детские сады, строим спортивные площадки, спортивные комплексы, для того, чтобы выросли здоровыми, счастливыми, умными. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Марина Кравцова, Лариса Шалафа, Станислав Левин. События. Несмотря на визит главного Деда Мороза страны, зима, похоже, взяла выходной. Весь день шел дождь. При этом народная примета гласит, какая погода будет сегодня, такая ожидается и на Новый год. Ведь 22 декабря – самый короткий день в году. День зимнего солнцестояния. Светло всего 5 часов 27 минут. Правда, в отличие от народных сказаний, синоптики настроены более оптимистично. По прогнозам, тепловая аномалия продлится больше недели. Зато непосредственно к 31 декабря природа подарит жителям новогоднее настроение. На улице немного похолодает. Чтобы ничто не омрачало праздник, медики советуют быть бдительнее. В этом году вспышки гриппа и УРВИ могут быть особенно сильными. По наблюдениям врачей, повышенная активность сезонных заболеваний отмечается раз в 10 лет. Очередной пик приходится как раз на эту зиму. Аномальное потепление не дает расслабиться и коммунальным службам. Всем управляющим компаниям поручено особое внимание уделять дворам, а также своевременно убирать лед с тротуаров. До четверга убрать весь лед, где есть еще осталась сруга, привести в порядок, потому что на грани ночью минусовой температуры, то это будет лед. Это остановки, это тротуары, где еще в этой части везде отодрать до асфальта. Пятилетку в два года. В такой срок обещают решить коммунальные проблемы Самарского района муниципальная управляющая компания. К работе она приступила в июне этого года. О том, как справляется жилсервис, расскажет Алина Чемерес. Лопатами или ковшом с раннего утра они убирают снег в дворах. Новая спецтехника, закупленная в этом году, оказалась весьма кстати. У работников муниципальной управляющей компании жилсервис есть еще одна сложная задача – привести в порядок почти все дома Самарского района. Их около полутора тысяч. Многие ветхие, некоторым из них по 200 лет. Обслуживать их жилсервис начал в июне этого года. Это некоммерческая организация, которая может исчезнуть, обанкротиться или вывести деньги в другой регион. Администрация города, конечно же, поставила амбициозные задачи перед этой управляющей компанией, несмотря на все сложности, которые у нее есть. Уже в этом году их снабдили техникой – это автопогрузчики, КАМАЗы, трактора. Сегодня в Самаре работают три муниципальные коммунальные компании. Они обслуживают пятую часть всего жилого фонда города. Сотрудники жилсервиса в первую очередь занялись ремонтом тепловых сетей. Их не обновляли много лет. Из-за этого раньше в Самарском районе постоянно случались порывы. Теперь, говорят коммунальщики, там, где поменяли трубы, об этом можно забыть. Заменено в общей сложности 5 километров тепловых трасс. Я думаю, что на 5-7 лет мы забудем о данных участках вовсе. Отопление будет подаваться намного раньше, чем подавалось в 2014-м, в 2013-х годах. Работники жилсервиса тесно сотрудничают с председателями советов домов. Люди в первую очередь жалуются на состояние фасадов и кровли. Кое-где ремонта не было 30 лет. Кровельщики жилсервиса прошли курсы повышения профмастерства. Делиться, работать стало безопаснее и удобнее. Сейчас новое снаряжение стало выходить. Пояса совсем другие уже полностью. Здесь карабины все это самое. Веревка уже идет совсем с карабинами. Можно самому даже контролировать, допустим, подниматься. Уже второй человек не нужен. Веревку зафиксировал, карабин подтягиваешь и сам уже поднимаешься. Решить главные коммунальные беды Самарского района в компании жилсервис обещают за два года. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Встали на другие рельсы. Новое поколение водителей трамваев и троллейбусов вышли на самарские маршруты. Теперь вагоновожатые не только должны знать правила дорожного движения, но и легко и непринужденно объясняться на английском языке. Чтобы не оплошать перед иностранными гостями, которые приедут в Самару во время Мундиали. О кадрах, которые по-прежнему решают все, репортаж Марины Матвейшиной. С большим железным конем самарская женщина справляется легко и непринужденным. Хотя за рулем троллейбуса Елена Никитина совсем недавно, но признается, ощущение, будто занималась этим всю жизнь. Большая техника, большая машина. Это здорово. Как шоколадка съел. Вообще, у меня было желание пойти на дальнобой, фуру водить. Но женщины не берут, а троллейбус хорошая альтернатива. И более такая женственная, мягче. Полсотни молодых водителей, первых выпускников учебного центра ТТУ, вышли в рейсы по трамвайным и троллейбусным маршрутам Самары. И еще столько же продолжают обучение. Учебный центр открылся на предприятии в сентябре этого года. Такую задачу поставил перед руководителем глава города, чтобы снизить обострение на рынке труда. Олег Фурсов проверяет, в каких условиях идет подготовка водителей. Учебные классы, макеты и тренажеры. Вот сейчас я снимаю защелки, тормозную педаль. Вот снял я ее. Все, поехали. Слушатели изучают устройства троллейбуса и трамвая, правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи. А вскоре начнутся курсы по английскому языку. Ведь чемпионат мира по футболу все ближе. Ну и самое главное, конечно, практика вождения. А это все же такая работа, которая сильно отличается, в том числе от водителей такси, маршрутных такси, автобусов и прочее, прочее. Мы перевозим 60 с лишним процентов населения города Самары ежедневно. Без нас просто никуда. Студенты центра получают стипендию почти 6 тысяч рублей. Удостоверение на бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах. А иногородним предоставляется общежитие. С шести субъектов учатся здесь ребята. Это говорит о том, что центр может стать серьезным образовательным учреждением для всего округа, где мы будем готовить специалистов в сфере управления электрическим транспортом. И это даст нам возможность этих людей здесь и трудоустраивать, и закреплять. Работа гарантирована. Запись в трудовой книжке студенты получают сразу после успешно сданного экзамена. И уже на следующий день выходят в первый самостоятельный рейс. Подготовка квалифицированных кадров, как и обновление общественного транспорта, в приоритете у городских властей. В этом году уже закуплено 82 автобуса и 19 троллейбусов. В феврале в город поступит большая партия нового транспорта. По 20 трамваев и троллейбусов и 43 автобуса. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре продолжают обсуждать послание губернатора Николая Меркушкина к депутатам губернской думы и жителям региона. Большой блок ежегодного программного документа был посвящен преобразованию столицы региона. Глава Самары Олег Фурсов заявил о готовности городских властей к дальнейшим переменам и совершенствованию работы муниципалитета. Впервые я слушал послание губернатора в качестве главы города. Я бы охарактеризовал лейтмотивом всего послания девиз, что город должен соответствовать масштабу тех перемен, которые предстоят в нашем регионе. Далее меня очень обрадовали слова, что город в следующем году получит более 8 миллиардов рублей. Я напомню, что мы подготовили проектно-смертную документацию на 5,2 миллиарда рублей. Это ремонт 26 дорог Самары. Ряд вопросов с благоустройством города. Вы обратили внимание, что не было критики, связанной с тем, что город плохо выглядит, что он не убирается. Я отношу это в заслугу нашей команды, которая в течение этого года прилагала достаточно серьезные усилия, чтобы город поддерживать в чистоте. Понятно, что еще у нас есть определенные задачи. Мы не все решили. Здесь будем и в дальнейшем заниматься этой темой, и технику покупать, и людей готовить. Мы начали очень серьезную работу по привлечению инвесторов на ремонт фасадов исторических зданий. И Николай Иванович сказал об этом в своем докладе. Работа будет продолжена. Есть уже потенциальные инвесторы, которые заинтересовались объектами исторического наследия. С апреля месяца такая работа будет также продолжена. Вопросы освещения города, вопросы украшений города тоже стоят на повестке нашей работы. Подробный репортаж, посвященный посланию губернатора, смотрите в нашем специальном репортаже в субботу. В эфир он выйдет дважды в 10 и 16 часов. Решила судьба нескольких важных для Самары законопроектов. Последние в этом году пленарные заседания провели депутаты Губернской думы. На нем они подвели итоги года и одобрили поправки в несколько областных законов. Какие изменения ждут самарцев, выяснила Валерия Макарова. Бороться с незаконной рекламой в Самаре станет легче. Законопроект, который принялись сегодня в Губернской думе, значительно упрощает контроль за нарушкой и передает эти полномочия в город. Теперь быстрее можно получить не только разрешение на установку счета, но и на его демонтаж, если владелец нарушил закон. Я думаю, есть смысл дальше смотреть и изучать возможность вообще передачи этих полномочий на уровень внутригородских районов. Потому что именно там должны определять, каким образом развивать район, какая реклама должна быть. Еще один законопроект, который сегодня получил одобрение депутатов, наведет порядок в платежах за ЖКХ. Единый информационно-расчетный центр, сокращенно ЕРЦ, теперь напрямую будет подчиняться городским властям. Это позволит избежать долгов перед поставщиками воды, тепла и электричества. Деньги жителей будут поступать не на счета управляющих компаний, а аккумулироваться в муниципальном учреждении и уже оттуда поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Город принял решение о том, что им этот механизм необходим для наведения порядка в платежной системе. Для жителей это, естественно, вопрос прозрачности. Я думаю, что через какое-то время люди увидят, что им стало понятнее, куда деньги уходят. Законотворческая деятельность, отметил спикер Думы Виктор Сазонов, в этом году была очень активная. Принято более полутора-ста законов Самарской области в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, здравоохранения, инноваций, сельского хозяйства. Кроме того, законодательные инициативы самарских депутатов поддерживаются в Государственной Думе. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Валютные игры. Что происходит с курсом рубля, сколько стоит нефть и какие подарки хотят получить россияне на Новый год, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Разворот или временная коррекция на рынке нефтяные котировки показывают небольшой рост. Бочка нефти сорта Brent показала рост более чем на половину процента и оценивается на бирже в 36 долларов 38 центов. Вслед за ней повысилась и стоимость рубля. Центробанк снизил курс доллара на 13 копеек до 71 рубля 12 копеек. Евро, наоборот, вырос на те же 13 копеек и достиг отметки 77 рублей 61 копейку. Золото стоит 2462 рубля за грамм. Серебро стоит 32 рубля 47 копеек за грамм. В свете экономической ситуации россияне мечтают о денежных подарках на Новый год. За конверт с наличными проголосовало 52 процента опрошенных. А на сегодня это все. Удачи в делах. А сейчас коротко о других темах дня. Старейший вуз губернии Самарский педагогический вернул себе статус университета. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения. Напомним, что последние 6 лет оно находилось в статусе Павловской государственной социально-гуманитарной академии. Теперь вуз будет называться Самарский государственный социально-педагогический университет. Соответствующий приказ подписан в Министерстве образования и науки России. Музей Модерна отметит свой день рождения. Праздник состоится 25 декабря с 18.00. Гостей ждет экскурсия по залам особняка Курлиной, концерт группы Полины Хвостовой, Поли Вонц и викторина по истории здания. Победители получат памятные призы от музея. Наручные часы с бриллиантами стоимостью почти 2 миллиона рублей пытались незаконно везти в Самару из Дубая. Нездекларированную ценную вещь обнаружили сотрудники Самарской таможни при досмотре. Часы находились на руке одной из пассажирок. Высокую стоимость вещицы установили благодаря найденному ценнику. По правилам таможенного законодательства декларированию в письменной форме подлежат товары, стоимость которых превышает 10 тысяч евро. Теперь женщину прилегут к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф, а возможно и лишиться дорогой покупки. Памятники архитектуры передадут инвесторам. Новую концепцию представило Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области. Их предполагается предоставить в аренду за 1 рубль в год. Срок составит 49 лет. За первые три года инвестору необходимо разработать проект реставрации, а за следующие четыре года выполнить основные работы по восстановлению. Среди девяти первых объектов значатся дача Константина Головкина, дом со слонами, дом промышленности, здание реального училища и пивного бара фон Вакана. 17 лет лишения свободы. Такое наказание обвинения просят назначить жителю Самары, 54-летнему Александру Сапожникову. Его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве 29-летнего Александра Щербинина. По версии следствия, преступление было совершено 31 декабря 2014 года в квартире обвиняемого. Потерпевшему были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался. Ожидается, что приговор Сапожникову вынесут уже завтра. Шесть лет в колонии общего режима проведет 31-летний Самарец. Следователям удалось доказать, что он украл 25 автомобилей. Жертвами угонщик остановились в основном внедорожники иностранного производства стоимостью от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный хозяевам угнанных авто, суд оценил в 31 миллион. Десять автомобилей все же удалось разыскать и вернуть владельцам. Остальные были проданы в основном страны ближнего зарубежья. Российские спасатели отмечают юбилей. Ровно 25 лет назад Совет министров РСФСР принял постановление об образовании в стране корпуса спасателей, а также формирование единой государственной общественной системы прогнозирования предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В Самарской области на боевом посту около 8 тысяч человек и порядка полутора тысяч единиц спецтехники. Благодаря работе личного состава только в этом году удалось спасти десятки человеческих жизней. Отличившимся в работе вручили почетные знаки и грамоты от губернатора. Ведомство, которое 24 часа готово к реагированию в любой момент, в любое время, суток, года, не взирая ни на какие условия, которые могут этому препятствовать. Держать марку больше века. Школа номер 25 имени сестер Харитоновых отмечает свой 120-летний юбилей. Из маленького частного пансиона для благородных девиц она выросла до престижной гимназии, а потом до городской школы со статусом образцово-показательная. Как же ей это удалось, знает Марина Матвейшина. Привет в будущее. Аж в 31 век написали послание своим потомкам ученики 25-й школы. И в свою очередь получили привет из прошлого. Газеты, созданные руками ребят десятки лет назад, повествуют о школьной жизни того времени. 120-летний юбилей родной школы отмечают педагоги, выпускники и нынешние ученики. Очень приятно приходить в школу. Ты чувствуешь себя как дома. Как говорит дом, школа второй дом. Как домой приходят сюда и выпускники. Признаются школьные стены, звуки и запахи. Все возвращает в детство. Когда еще я сидел за партой и отвечал на сложные вопросы, когда-то казавшиеся мне сложными. Сейчас уже четвертый курс аэрокосмического университета. И уже вопросы кажутся не такими сложными. А когда-то казалось так сложно учиться, казалось, это такой проблемой. Выучить биологию к экзамену или к контрольной работе. Истории школы уходят в далекое прошлое. В конце 19 века сестры Харитоновы решили открыть частное учебное заведение с пансионом для девиц. За 20 лет оно выросло в солидную гимназию с собственным стилем преподавания. Еще гимназия Харитоновых была одной из лучших гимназий в Самарской губернии. В 20-30-е годы школа вносила звание образцовой школы. И сегодня наши результаты, результаты ЕГЭ, подтверждают, что мы даем очень хорошее качественное образование. Сейчас 25-я школа считается одной из самых престижных. Здесь учатся около тысячи учеников. И родители со всех районов города буквально борются, чтобы записать ребенка в первый класс именно сюда. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Искусство, застывшее в работах уличных художников. В галерее Виктории открылась выставка «Стрит-арт-консервация». На фото, видео и картинах взгляд на мир тех, кто остро реагирует на современность. На выставке уличного искусства побывала Алина Чемерес. Видеть прекрасное среди серых многоэтажек, черпать вдохновение из городских пейзажей. На выставке уличного искусства фото живопись мозаика в виде инсталляция. Многих из них раньше называли вандалами, холстами и стендами. Им служили стены домов, гаражи и заборы. Со временем уличное творчество поистине стало искусством. И в галерее ему самое место. Это рост самого человека. Сначала это юношеский максимализм, подростковый. А впоследствии это желание говорить о все более и более серьезных вещах со все более и более серьезными людьми. Это заставляет художников уже искать другого общения. Некоторые работы создавались прямо в галерее. Это граффити во всю стену художник нарисовал в день открытия выставки. Тогда же появились изображения на этой деревяшке и кастрюле. На выставке я увидел много необычного, такого, что не встретишь на остальных выставках. Это интересно не только молодым, но и лицам старшего поколения. Выставка «Стрит-арт-консервация» продлится до 24 января. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. За значительный вклад в подготовку и проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014. Более ста самарских организаций, в том числе многие СМИ, получили памятную медаль и грамоту к ней за подписью президента России Владимира Путина. В числе награжденных и телеканал «Самарегис». Эту награду удалось заслужить благодаря усилиям всего коллектива нашего телеканала и, конечно же, нашего спортивного обозревателя Сергея Кизоркина, чьи новости ежедневно выходят в эфир нашего телеканала. И сейчас как раз пришло их время. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пилот «Лады» попал в топ-50 лучших гонщиков мира по итогам 2015 года. Баскетбольная «Самара» продолжает сражаться за Кубок страны. Самарская «Комета» выиграла у лидера молодежной хоккейной лиги. Самарский хоккейный клуб «Комета» встречался с лидером молодежной лиги «Горняком Изучал Башкирия». Первый матч «Комета» выиграла 5-4. Дубль на счету Алексея Клюева. В ответном поединке «Горняк» взял реванш – 6-3. После патовой серии «Самарский клуб» закрепился в середине турнирной таблицы. В матче за Кубок России по баскетболу «Самара» встречалась с Ижевском. Игра получилась интригующей. Инициатива постоянно переходила то к одной, то к другой команде. Что отражал счет на табло. В итоге игру сделал капитан Волжан Александр Варнаков. Победа «Самары» – 71-59. Впереди вторая встреча кубковой серии и очковый запас – 12+. Гонщик Тольяттинской «Лады» Ник Катсбург попал в рейтинг 50 лучших пилотов мира по итогам 2015 года. Список ежегодно составляет британское спортивное издание на основе опроса спортивных журналистов. В рейтинге этого года Катсбург занимает 32-ю строчку, опередив действующего чемпиона мира Хосе Лопеса. Тольяттинский гонщик в этом сезоне постоянно финишировал в первой десятке. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самар и ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok